Одним из самых ожидаемых событий текущей недели станет, вероятно, встреча министров картеля ОПЕК+, которая была отложена с 26 на 30 ноября. Перенос встречи вызвал неоднозначную ситуацию на рынке мировой нефти, в частности, резкий с подстоимости котировок черного золота. Об этом CBC заявил секретарь Совета по развитию стратегических партнеров с нефтегазов в отрасли Петроканцела Салбек Джакиев. Эксперты отметил, что волатильность на рынке нефти вызвали возникшие трудности в достижении консенсуса по квотам на добычу нефти для Анголы и Нигерии, которые нацелены увеличить добычу нефти. Спор только двух стран африканского континента, которые, скажем, не являются ключевыми участниками ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и Россия, уже привело к волатильности, к нервозности. Почему? Потому что многие владельцы опционов на нефть сорта Brent с январской, которые даты были поставкой, у них срок как раз оканчивается опцион 227 ноября. С учетом этого, что сегодня на рынке имеется порядка 647 миллионов баррелей январских опционов на нефть марки Brent, все это, конечно, если такая волатильность, она будет, неопределенность на рынке продолжаться, это только ухудшит и так ситуацию, ну и это что приведет к увеличению цены на нефть. Говоря о восприимчивости рынка нефти, эксперт также прокомментировал ситуацию с захватом судов на ближневосточных проливах. Последний такой случай произошел у берегов Йемена. Захваченный нефтехимический танкер Central Park впоследствии все же удалось освободить. Однако, как отметил эксперт, если подобная практика будет продолжаться, то это приведет к увеличению стоимости черного золота. В частности, учитывая, что через Красное море проходит колоссальная доля общей мировой торговли.